Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал! По многочисленным просьбам я снимаю видео о педикюре. Очень кстати, мне пришел новый инструмент фирмы Йока. Это японская сталь, страна-производитель в Вьетнам. Ссылки на инструмент, который вы всегда так просите, я обязательно оставлю в описании внизу под видео. Я заказывала их в интернет-магазине имкосметик. Я заказала щипцы для ногтей, кусачки для кожи и ножнички. На кусачках есть силиконовые чехлы. Эти кусачки для ногтей, поэтому они такие массивные, прочные и режущая сторона у них плоская. Но родная заточка не очень острая, это видно невооруженным взглядом, поэтому обязательно нужно отнести мастеру, заточить их. Также проверяю нет ли зазоров. Вся часть полотна должна быть сомкнута, без просветов. С этим все хорошо, в руке держать тоже удобно. Кусачки для кожи я выбрала с небольшим полотном в 5,5 мм. Они выглядят острыми, тут заточка родная получше, зазоров также нет. Теперь можем перейти к самой процедуре. Вот в таком домашнем уголке это происходит. Кто видел мое видео про рабочее место, часть 2, представляет, как у меня все располагается. На подставку для ноги кладу одноразовое полотенце. На ванночку для педикюра одеваю одноразовый чехол, который напоминает огромную шапочку для душа. Наливаю теплую водичку ближе к горячей, в которой можно добавлять мыльную основу, либо соль. Рядом со мной находится такая корзиночка, в которой лежат уже простерилизованный инструмент в крафт пакете, лампа настольная и другие вспомогательные средства, чтобы все было под рукой. Перед мацерацией я обрабатываю кожу антисептиком. У меня это изосеп, но это не принципиально, каким конкретно будете обрабатывать. Сейчас педикюр получится практически классическим. Я совсем немного буду работать аппаратом. После обработки кожи опускаем ножку в водичку. И то же самое с другой. На ноготках остался еще обычный лак. Ногтевая пластина достаточно толстая, а некоторые пальчики немного деформированы. Пока ножки находятся в воде, я распаковываю инструмент, выкладываю его из крафт пакета на салфетку. Вот так выглядит набор для педикюра. Это тампонодержатель и кюретка для врожьего ногтя. Представляет собой вот такую необычную пилочку и палочку-ковырялочку, как я ее называю, без которой невозможно сделать педикюр. Ну и кусачки, которые показывала вам в начале видео. По завершении процедуры обязательно использую грубый крупный скраб. Это завершает процедуру и поверьте, клиенты будут в восторге, так как это получается чуть ли не спа-процедура. А стоит он совсем недорого. Более того, можно его сделать из сахара, например, самостоятельно. В общем, берите, хватайте на заметку. Это прям вещь в педикюре. Конечно, крем для ножек. Крем должен быть легким, чтобы клиент не отправлялся в обувь с жирными ножками. Вот такой помощник у меня имеется для дополнительного размягчения на топтыши. Не всегда я его использую, но вещь нужная. В педикюре я не обрабатываю стопу аппаратом. Я пробовала и мне не очень понравилось. Это лично мое мнение, поэтому я всегда делаю педикюр с мацерацией. То есть с замачиванием в воде и с пилками для стопы. В данном случае я буду использовать две пилки, потому что кожи много и потребуется грубая очень. Это у меня пилка от Stalix будет. На ней две стороны. Грубее и помягче. Но даже после этой мягкой стороны я еще зашлифую очень-очень мелкой, чтобы кожа сохранялась очень мягкой, гладкой и без зазубринок. Одну ножку достаем, промакиваем полотенцем и начинаем обрабатывать пальчики вначале. Уберу сначала лак, который остался на ноготках. В описании я оставлю ссылку на видео с педикюром только пальчиком, в котором я начинаю со снятия гель-лака. Возможно, вам будет интересно. Теперь пушером отодвигаем кутикулу и счищаем птеригий. Только аппаратом обрабатывать пальчики на ногах я не очень люблю, так как практически все ноготки на ножках посажены очень глубоко, а также вросшие ногти, которые мне кажется легче победить в распаренном виде. И достать из-под ноготков все закрома. Поэтому кому сверх неприятно на все это смотреть, закрывайте видео и не портите нервы ни себе, ни мне. Мизинчики обычно обрастают просто килограммом кожи, поэтому не оставляем его без внимания. Обрезаем кусачками для ногтей длину. Убираю ее по форме квадрат. Как я и говорила, кусачки понесу в заточку, а пока что они довольно туго режут. Чтобы углы квадратной формы не рвали колготки, например, можно совсем чуть-чуть скруглить уголки, если ноготь перекошен на одну сторону, к примеру. Этими же кусачками можно убрать боковушку, чтобы визуально ноготок казался более ровным и правильным. После этого подпиливаем свободный край. Я использую металлическую пилочку. Уже появились крутые пилки со сменными флайерами. Я думаю, вскоре обзаведусь такими. Ногти на ногах намного плотнее, поэтому кто переживает, что нога еще влажная, а мы пилим, уверяю вас, это не страшно, так как пилка довольно мягкая для такой плотности ноготков. Придаем форму, не забывая про боковые параллели. Если даже ноготь не врастает, то его все равно стоит немного подпилить, тем самым приподнять боковушку, и она не будет давить на кожу, даже в плотной обуви. Прохожусь пилочкой по всем ноготкам. Тампонодержателем вычищаю боковые пазухи, но аккуратнее, не причинив клиенту боль. Глубоко не лезем. Я делаю это и с одной, и с другой стороны. Просто моя челка влезла в кадр, и этот момент я решила вырезать. Следующим этапом я срезаю кусачками огрубевшую кожу вокруг ноготков. Самые сложные места это в боковых пазухах. Там находится очень много омертвевшей кожи, и честно говоря, я не представляю убрать это все фрезой. Может быть я недостаточно это попробовала, не вошла во вкус, так сказать, но пока что вариант с мацерацией это мой вариант. Клиенты всегда довольны, после водички ножки более легкие и свежие, поэтому это мой выбор. Пальчики я пока что оставляю в покое и перехожу к стопе. Кстати, на этом этапе можно одну ножку опустить снова в водичку и обработать тем временем пальчики другой ноги, и потом поменяться. Немного увлажняю стопу водой, совсем каплю, беру грубую пилку и счищаю огрубевший слой, двигаясь именно в таком направлении, потому что если есть трещинки на пятках, нужно постараться не навредить еще больше, поэтому двигаюсь вдоль их. Станком я не пользуюсь вообще, так как считаю, что пилку замечательно справляется. Важно просто подобрать правильный абразив. Когда кожа становится совсем сухой, смачиваю руку в воде и увлажняю немного стопу. Тогда пилка не будет забиваться, а кожа просто скатывается такими катышками. В чем причина моя отказа от аппаратной обработки стопы? Это потому что разлетается пыль повсюду. В некоторых случаях это необходимо. Иногда я применяю аппарат, но редко, так как пыль, кожа разлетается повсюду, в том числе и в дыхательной пути, и даже маска не спасает. А насколько я знаю, при аппаратном педикюре мастер должен быть буквально запакован с ног до головы. Либо на помощь должен прийти очень мощный пылесос. А так как я работаю в данный момент в домашних условиях, мне это совсем не нужно. Одно дело это искусственный материал, а другое дело то, что летает по комнате кожа. В общем, такой способ, которым сейчас обрабатываю я, устраивает как меня, так и моих клиентов. Работая в салоне красоты, я по просьбам выполняла аппаратный педикюр. Честно говоря, если не лениться и хорошо проработать стопу пилкой, эффект будет потрясающий и без лезвий. И не всегда нужно воспринимать, если вам говорят, что обработка будет вручную, представлять тем самым лезвие сразу в руках мастера. Это не совсем так. Грубой стороной также не увлекаемся, так как перепилить кожу также можно легко. Меняю сторону, я прорабатываю даже пальчики. На них также много огрубевших частичек. Далее пилки в сторону. Беру скраб. И как вы заметили, он крупный и жесткий. Скраб, который для лица или для рук не подойдет для ног. Клиент просто ничего не почувствует. А вот таким вот скрабом мы активно проскрабируем верхнюю часть и щиколотку, так как она у нас не подвергалась никаким пилочкам, никаким средствам отшелушивающим. И это очень кстати сейчас будет. После него просто невероятное ощущение легкости. Ополаскиваю скраб в воде и наносим крем. Напоминаю, что он должен быть легким и быстро впитывающим. Делаю небольшой массаж и клиенту приятно. И я в это время выдыхаю, так сказать, и расслабляюсь. Если дальше нашими действиями будет покрытие, то желательно пальцы ног кремом не намазывать. Надеваю одноразовые сланцы на место ванночки с водой. Я поставила LED лампу, снимая с нее дно. Теперь перед покрытием на сухой ноге я смотрю зону кутикулы и дорабатываю ее фрезой пламя с красной насечкой. Чтобы покрытие легло красиво и ровно. Если где-то остался птеригей, покрытие расплывется по нему и скорее всего потечет на кутикулу. Чтобы предотвратить это, подчищаю все аппаратом. Обезжириваю ноготки. Кстати, я не показала вам стопу после обработки. Но думаю, на этапе с кремом вы все увидели. Ножки в принципе не сложные. Но я показала, как стандартно я делаю педикюр. Наношу праймер на ноготки и базовое покрытие. На ножки выравнивающий слой базы нам не нужен. Поэтому беру жидкую базу от Neon Nail. Отправляю сушиться в лампу. Далее цветное покрытие. Это классический красный. Очень плотный. На педикюр удобно использовать однофазные гель-лаки. Но таковых у меня нет. И мне кажется, они все-таки не так шикарно блестят. На руках я их вообще не воспринимаю. А вот на ножках держаться будет все классно. Также насчет сезона педикюров. Нужно предупреждать своих клиентов чуть-чуть заранее. Не прям, когда мы уже разулись и нужно показывать свой красивый педикюр. А немного заранее. Хотя бы, чтобы до открытых босоножек клиент у вас уже разочек побывал. Потому что обычно клиент сам себе подрезает ногти не очень правильно, не очень красиво. И чтобы дать немножко отрасти ноготочку и выровнять, сделать правильную красивую форму ногтей, нужно немного времени. А ногти на ногах растут у нас в два раза медленнее, чем на руках. Поэтому для этого нужно немного времени. Топ использую без липкого слоя. Ссылочки на все продукты я оставлю в описании. Я думаю, вам было интересно понаблюдать за моей работой. Мы получили вот такой результат. Ставьте пальчики вверх за мои старания. Все для вас. Напишите в комментариях, какой педикюр вам больше нравится, как клиенту. Аппаратный или комбинированный с мацерацией. Я обязательно почитаю. Мне очень интересно. На этом у меня все. И всем до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok